Да-да, мы в числе добрых официантов На самом деле большая потребность творить добро Привычные вещи в этот момент делают тебя капельку лучше, потому что ты делаешь доброе дело Для меня это о том, что Тольятти это очень добродушный город Не удивляйтесь, что вокруг такой полумрак и так таинственно Доставайте чашки, положите кашки Так, а мой кораблик на самом деле задумался Полено у нас ровное, гладкое Ну а я пока пойду кину валенок за ворота Здравствуйте, в эфире Территория Тольятти Программа о городе и людях, которые делают его лучше На календаре старый Новый год Почему бы не провести этот день в окружении самых близких людей за праздничным столом Пожалуй, так подумают многие А вот нам прямо сейчас предстоит вооружиться фартуком Изучить меню и постичь основы грамотного обслуживания посетителей в ресторане Да-да, мы в числе добрых официантов В роли официантов люди разных профессий, но схожих взглядов Встречают гостей и обслуживают столы спортсмены, артисты, предприниматели, журналисты, фотографы, идущие и операторы Заработанные чаевые пойдут на поддержку центра для детей с множественными нарушениями развития «Солнечный круг» Прежде чем приступать к работе, проходим краткое обучение от опытных сотрудников ресторана Сначала нужно убрать всю посуду, потом протереть стол Дальше мы уже смотрим салфетки на чистоту Расставляем их, получается, по правую сторону для гостя, то есть как он сидит Потом смотрим приборы, раскладываем чистые приборы Если их нет, то натираем, соответственно, выносим чистые приборы И ставим шармировочные стаканы, водники называются Вот и все Я буду стараться и, как говорится, мы не тихо и больше дома Ого, это что, мои первые чаевые? Сегодня вот появилась такая возможность попробовать себя в новом амплуа Под впечатлениями, как тебе? Ну, на самом деле, очень здорово Приятно обслужить людей, гостей, чтобы сделать хорошее дело Прикольный перформанс Мне не сложно, а детям, может, это поможет На самом деле, большая потребность творить добро И это прекрасная возможность это сделать За что большая благодарность организаторам, спасибо Здорово, а как реагируют люди? То есть ты подходишь, расставишься об акции Как люди реагируют на такую инициативу? На самом деле, у меня очень круто поддержали эту акцию все друзья в социальных сетях И здесь тоже клиенты, посетители встречаются улыбкой и, да, и щедро плачевые О, уже сколько удалось собрать чьи вы? Да Сколько? Я не считала, но это точно больше трех тысяч Слушай, это отличный заработок, мне кажется, за первый час На самом деле, очень интересно, потому что, когда меняешь, так сказать, профессию свою И узнаешь что-то новое, это, ну, всегда интересно И самое главное, мы сюда же пришли делать добрые дела Это самое главное, ради чего мы здесь И вроде неплохо получается пока Да, опыт у меня такой в первый раз На самом деле, я думал, эта работа полегче будет Но, как оказалось, это очень тяжелая работа, кропотливая И нужно очень много таких мелких вещей сделать, на которые мы не обращаем внимания Когда мы приходим в роли гостей в ресторан Поэтому нужно дать должное официантам, потому что работу они выполняют все-таки тяжелую Самое простое, почему стоит поддерживать эту акцию Потому что это сделать очень просто Ты по привычке приходишь в кафе По привычке оплачиваешь счет И по привычке оставляешь на чай И вот эти привычные вещи в этот момент делают тебя капельку лучше Потому что ты делаешь доброе дело Семьи воспитанников без преувеличения называют солнечный круг своим вторым домом Детский центр работает в Тольятти 8 лет Главная миссия создать систему сопровождения семьи, где растут дети с множественными нарушениями развития Взаимодействие выстроено поэтапно Помощь сразу после рождения, детский сад и школа Дети с тяжелой инвалидностью здесь наряду с общим образованием получают реабилитацию Посещают коррекционные занятия и проходят курс социально-бытовой адаптации Реализовать все это без поддержки было бы практически невозможно, говорит педагогический коллектив Наш центр посещает около 170 семей Это 20 детей у нас находятся на домашнем визитировании То есть наши специалисты к ним ходят маленькие, мы совсем 50 детей ходят непосредственно и ежедневно в наш центр, в детский сад и школу Остальные дети получают какие-то консультационные услуги Либо занимаются мастерских Конкретно деньги, собранные в таких акциях, идут на какое-то развитие, на зарплаты В том числе педагогов, которые занимаются в центре Или на поддержание каких-то направлений, которые в данный момент нуждаются в финансовой поддержке Количество участников растет, желающих количество растет с какой-то геометрической прогрессией Мы записываем людей в список, в который в следующий раз мы будем писать этим людям И он на сегодняшний день уже составляет больше 200 человек Это, конечно, очень радует Для меня это о том, что Тольятти – это очень добродушный город Это проотзывчивость людей нашего города Ну что ж, моя смена подошла к концу Пришло время подсчитать, сколько же мне удалось заработать Всего около 2000 рублей Для первого раза может быть и немного Впрочем, как говорят организаторы акции Не важно сколько, важно, что ты просто не остался в стороне Ведь благотворительность – это на самом деле вовсе не сложно Это я вам, как добрый официант, говорю Итоговые суммы акции увеличиваются из года в год Для сравнения, в предыдущий раз общими усилиями собрали около 105 тысяч рублей Теперь цифра выросла до 163 Здравствуйте! Мы продолжаем Не удивляйтесь, что вокруг такой полумрак и так таинственно Это не для того, чтобы вас испугать Это для того, чтобы создать соответствующую атмосферу Ведь встречаемся мы с вами на зимних святках И сегодня будем приобщаться к традициям их празднования Елена Ивановна, знаю, что активно колядовали в период зимних святок Расскажите, как зародилась эта традиция? Вообще, эта традиция – старинный обряд Колядовали всегда на святки, Рождество или на Новый год Ходили в гости друг к другу Пели поздравительные песни А хозяева благодарили пришедших, дарили гостинцы, подарки и даже угощали Вижу такой большой сундук Что внутри? Да, сундук у нас очень интересный, старинный С особым звуком открывается С особым звуком открывается Это те самые тулупы, которые почему-то выворачиваются наизнанку С чем это связано? Да, вы знаете, было принято Молодежь обычно, конечно, наряжалась Наряжались в разных животных Коза, медведь Могли наряжаться в волка Надевать разные маски Мазать лицо сажей, свекольным соком Очень интересно изображали костюм журавля Вставляли кочергу в рукав А сами прятались под костюм Действительно, вылитый журавль Каледовать всех вела Каледа Она наряжалась интереснее всех Ярче, красочнее всех Она могла надеть кокошник Или завязать платок Но в руках обязательно держала Вифлеемскую звезду Каледа, Каледа Отворяйте ворота Открывайте дверцу Приносите клепца Доставайте чашки Положите кашки Сладкие конфетки Медные монетки Куржели Ну что, покаледовали Теперь давайте погадаем Для того, чтобы тоже быть в образе Я накину на плечи платок Елена Устиновна, расскажите о традициях гадания Берутся бобы И высыпаются на стол кучечкой В это время вы задаете вопрос На который хотите получить ответ Будет ли этот год успешным Для жителей нашего города А потом надо посчитать Количество бобов Которые вы вынули из чашки Если оно будет нечетным То ответ будет положительным Один, два, три Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать У нас получилось нечетное число Девятнадцать Поэтому ответ да Все будет хорошо Ура! Мне понравилось Давайте еще погадаем Очень популярными были гадания с водой У нас вот здесь записочки С предсказаниями Куда кораблик этот пристанет То предсказание и сбудется Нам надо их зажечь Ну что, давайте зажжем И пустить в плавание И что тут у нас готовить? Собирайте чемодан и готовьтесь к путешествию А мой кораблик на самом деле задумался Что ему нужно от этой жизни Да, он ближе к этому По желанию Посмотрим, что здесь Ждите больших перемен Ну что, буду ждать Надеюсь, эти перемены будут только положительными И еще одно гадание, связанное с водой Это на обливание мозга У кого насколько хватает фантазии Вот эта фигурка похожа на птичку Да, птички к нам прилетят по весне Вот эта фигурка похожа на какую-то зверюшку Кошку или собачку Собака это к друзьям Ну все, значит, друзей будет много Снега будет тоже много Да, вот эта похожа на снеговика Будем лепить снеговиков И напоследок давайте узнаем Каким этот год будет для музейного комплекса наследия Где мы сейчас и находимся Ну это еще один способ гадания На поленьях Так, и посмотрим, каким же будет Это полено Полено у нас ровное Гладкое, без сучков Значит, год будет просто замечательным Что и требовалось доказать Елена Устиновна, спасибо большое Музею наследия За приобщение к традициям наших бабушек и дедушек Было очень интересно Ну а мы в свою очередь желаем всем Тольяттинцам всего самого хорошего В новом году Товарищ оператор, поучаствуйте и вы в нашем действии Кто маму будет обижать, тому подарков не видать На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать Если у вас тоже есть интересные темы для сюжетов программы Звоните по телефону редакции Или пишите нам в группу ВКонтакте Встретимся через неделю на территории Тольятти Ну а я пока пойду кину валенок за ворота Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok